МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пассажирский самолет Египт-Эйр, следовавший из Парижа в Каир, рейсом МС-804, пропал с радаров. Уже есть информация о том, что авиалайнер рухнул в Средиземное море. Самолет Египт-Эйр исчез через 20 минут после захода в пространство Греции. На борту Airbus A320 находились 58 пассажиров и 10 членов экипажа. Египт-Эйр создала экстренный оперативный штаб. В него вошли представители всех авиационных служб Египта и Греции. Министр гражданской авиации Египта экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и возвращается на родину. Последний инцидент с участием самолета Египт-Эйр произошел в конце марта. Тогда 59-летний египтянин Сейф Абдин Мустафа захватил Airbus A320 и угрожал взорвать бомбу, если пилот не посадит лайнер в одном из европейских аэропортов. Позднее мужчина освободил заложников и сдался властям Кипра. Взрывчатки при нем не было. Немецкий астронавт Александр Герст назначен командиром экипажа Международной космической станции. Торжественная церемония назначения состоялась в немецком центре аэрокосмических исследований в Кёльне. На церемонии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая тут же поздравила астронавта. Мы очень рады, что именно немецкого космонавта господина Герста выбрали на такую ответственную миссию. Герст – наш настоящий космический посол. Сам Герст уже прокомментировал свое назначение, заявив, что готов к исполнению обязанностей. Я очень горжусь и одновременно чувствую большую ответственность. Мое назначение говорит о большом доверии к Европейскому космическому агентству со стороны наших международных партнеров США и России. 40-летний Герст уже бывал в космосе. В 2014 году он провел на орбите 176 суток. Это около полугода. За это время немец совершил два выхода в открытый космос. Теперь он отправится в космос в 2018-м и тоже проведет на орбите почти шесть месяцев. Вот только уже в роли командира экипажа МКС, а не рядового астронавта. Исторический визит. Корабль ВМС Германии впервые посетит Кубу. Учебный парусник военно-морских сил ФРГ Горх Фок II станет первым немецким военным кораблем, который прибудет на Кубу после снятия американского эмбарго. Соответствующее разрешение кубинские власти уже выдали Министерству обороны ФРГ. Барг остановится в Гаване во время очередного похода в феврале следующего года. Прототип корабля Горх Фок I и другие парусные суда германского флота после Второй мировой войны по репарации перешли к СССР и другим победившим государствам. В результате в распоряжении флота ФРГ не осталось крупных парусников. Поэтому и построили Горх Фок II. На воду он был спущен в 1958 году. С тех пор на этом трехмачтовом паруснике проходит практику мужчины и женщины, будущие моряки ВМФ в Германии. Служба на корабле считается очень престижной и дает будущим офицерам бесценный опыт, говорят в Бундесвере. Кроме того, судно приспособлено для гонок, успешно выступало на регатах и регулярно завоевывало призовые места. А еще изображение этого парусника украшало купюру в 10 марок. Образца 1963 года. Новые подробности выхлопного скандала с «Опель» федеральный министр транспорта Александр Добринт потребовал от компании в течение двух недель предоставить следствию всю техническую и юридическую документацию. Немецкий концерн подозревает в том, что на некоторых моделях их авто отключаются программы очистки выхлопа. Это должно происходить лишь в самых исключительных случаях. Мы провели проверку и сомневаемся в том, что установленная программа в полной мере справляется с защитой окружающей среды от выхлопов. И поэтому предлагаем концерну «Опель» предоставить техническую документацию и детальную экспертизу для дальнейшего расследования. Представители концерна «Опель» отвергают обвинения и настаивают на том, что программное обеспечение, которое установлено на их авто, соответствует всем нормам. Концерн никогда не разрабатывал программ для того, чтобы манипулировать или мошенничать, сказал генеральный директор концерна. Компания готова доказать это в тесном сотрудничестве с комиссией по расследованию. Мы благодарны, что смогли обсудить с министром все эти вопросы и открытые для работы с комиссией. Но я заявляю от имени 35 тысяч гордых сотрудников «Опель». Наши двигатели работают исправно, и мы не используем нелегальное программное обеспечение. Мы сделаем все, чтобы доказать это. Напомним, под подозрение в манипулировании данными попали модели «Опель Зафира», «Опель Астра». Власти ФРГ проверили их выхлопные показатели и пришли к выводу, что секретный программный код софта для управления двигателями, разработанный материнским концерном «Опель» General Motors, запускает программу по очистке выхлопа лишь при внешней температуре воздуха в 17 градусов. Это программное обеспечение также часто целенаправленно останавливает программу очистки выхлопа без всякой технической необходимости. Модель «Опель Астра» имеет для концерна особое значение. От объемов продаж этой модели зависит, удастся ли концерну в этом году получить прибыль. Все на учет. Беженцы, пересекающие границы Германии, попадут в новый реестр. Об этом рассказал глава федерального ведомства по делам миграции и беженцев Юрген Вайзе. По его словам, все записи в Центральном реестре иностранцев обновлены. Всех новоприбывших переселенцев уже взяли на карандаш. Единая система учета иностранцев для Германии – вынужденная мера. Сейчас рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса беженца ожидают 430 тысяч человек. С начала года в страну прибыли 190 тысяч переселенцев. К этому числу должны прибавиться около 300 тысяч заявлений от мигрантов, которые уже зарегистрировались в Германии, но еще не попросили предоставить им убежище. Помимо этого, ведомство по делам миграции и беженцев ожидает поступления еще около полумиллиона ходатайств от беженцев, которые въедут в страну в течение года. За последнее время больше половины обратившихся к нам получили защиту, но сейчас мы примем еще больше людей, пересекающих границы Германии. В основном это выходцы из Сирии. У них больше шансов и больше прав для того, чтобы остаться и получить убежище. Только 10-15% переселенцев, которые приезжают в Германию, имеют высшее образование или профессию. Для их адаптации и интеграции к лету в каждой федеральной земле появится центр приема беженцев. При отсутствии проблем с документами и дополнительных трудностей прошение об убежище может быть обработано в течение недели, а вот трудоустройство займет более длительное время. В ведомстве по делам миграции и беженцев говорят, что число безработных переселенцев резко увеличится. Контрабандисты за год заработали на нелегалах 6 миллиардов долларов. Речь об этом идет в докладе Европола и Интерпола, посвященном миграционным потокам на территории Евросоюза. Как утверждают авторы доклада, абсолютное большинство беженцев попадают в Европу, прибегая к услугам криминальных структур, которые занимаются координацией мигрантов с момента пересечения границы и до прибытия в конечный пункт. После того, как пути через Турцию и Грецию стали недоступны, преступники проложили новый маршрут. Он пролегает через южную границу Италии. Время в пути составляет 5 дней, а стоит это почти 4400 евро. По данным организации, за прошлый год прибыль от незаконной транспортировки составила 5 миллиардов евро. Такие обороты делают контрабанду нелегалов одним из самых прибыльных видов бизнеса для организованных преступных группировок Европы. Данные, полученные Европолом и Интерполом, говорят о том, что многие контрабандисты были вовлечены в ряд других противозаконных действий, таких как торговля наркотиками, подделка документов, незаконный товарооборот и работорговля. В этом году эксперты ожидают в Европе новую волну мигрантов. По их мнению, это практически неизбежно приведет к конкурентной борьбе между группировками, которые до сих пор не были замечены в столкновениях между собой. Подобная борьба может вылиться в клановые войны и, как следствие, общее увеличение уровня преступности. Звезда немецкого футбола в гостях у беженцев. Игрок национальной сборной и британского арсенала Месут Азил побывал в гостях у вынужденных переселенцев в лагере в Иордании. Футболист приехал туда с гуманитарной миссией от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Азил отправился в лагерь специально для того, чтобы встретиться с живущими там детьми. Ведь они, как и все дети на планете, любят играть в футбол. Вначале известному спортсмену устроили экскурсию по лагерю. Показали, в каких условиях в нем живут дети и взрослые. А потом Азил сразился с юными фанатами. Отдельно с мальчиками, отдельно с девочками. Он сам стоит целой такой команды, но в этот раз слегка поддавался. Игра понравилась и тем, и другим. Я многому у него научился. Он показал мне все свои секретные приемы. Вырасту и буду футболистом, как он. Футбол – моя любимая игра. Мы часто играем в футбол здесь, в лагере. Здорово, что он приехал нас поучить. После матча и команда-победительница, и те, кто проиграл, получили сувениры от футболиста и его автографы. А еще сфотографировались с ним на память. Месут Азил стал известен после того, как помог Германии выиграть чемпионат 2014 года. Сейчас он входит в предварительный список из 27 кандидатов на участие в команде Германии на чемпионате Евро-2016. Полицейский департамент Нью-Йорка организовал показательное уничтожение мотоциклов, конфискованных у водителей, не имевших соответствующих документов на транспорт. Комиссар полиции заявил журналистам, что департамент расправился с мопедами, мотоциклами и квадроциклами, чьи владельцы не только не смогли предоставить необходимые документы, но также ездили без шлемов. Согласно предоставленной информации, только в этом году полиция Нью-Йорка арестовала более 670 единиц двухколесной техники. Десятки мотоциклистов были задержаны по обвинениям в создании опасной ситуации на дороге.